МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Филипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ряд новых законов вступает в силу с 1 октября. Что изменится в жизни россиян? О четвертой волне и вакцинации главный государственный санитарный врач Сарова рассказал о ситуации с COVID-19. Искусство, объединяющее людей, 1 октября отмечают Международный день музыки. Далее расскажем обо всем подробно. Пособия на детей поступят только на карту МИР. Часть прививок станут бесплатными и в частных клиниках, а пенсионные выплаты увеличатся. Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 октября. Пособия на детей будут перечислять только на карту российской платежной системы МИР. Это касается и ежемесячных выплат для малообеспеченных семей в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Если у получателя услуги нет карты, деньги поступят на банковский счет. Их можно будет получить в кассе или почтовом переводе. На 3,7% вырастут оклады контрактников и срочников, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных. Также правительство увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы в честь Дня пожилого человека. Доплаты будут зависеть от региона. Прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, теперь можно бесплатно сделать, как в государственных, так и в частных клиниках. Нижегородскую область накрыла четвертая волна коронавируса. Каждый день в регионе фиксируют новые антирекорды по числу заболевших и госпитализированных. Глеб Никитин поручил усилить контроль за тем, как соблюдаются противоэпидемические меры. Готов ли Саров к новому витку заболеваемости, расскажем далее. Один из самых распространенных мифов о ковиде в нашем городе сейчас звучит так. Коронавирусом в Сарове чаще болеют вакцинированные. Однако статистика говорит об обратном. Только 2% заболевших получили вакцину. Оставшиеся же 98% привиты не были. Основная причина заражения вирусом среди этих 2% – несоблюдение противоэпидемиологических мер. Количество антител и клеток наших иммунных, которые защищают нас, оно, конечно, не беспредельно. И всегда есть та заражающая доза, которая превысит этот уровень антител. И если мы не будем соблюдать меры профилактики, то, конечно, будут заболевать и привитые люди. Нужно помнить, что вакцинация не спасает от заболевания на 100%. Но привитые болеют гораздо реже, и у них нет осложнений, пояснила Ирина Игнатьева. На сегодняшний день среди всех привитых саровчан заболел коронавирусом только 1%. Я считаю, что это очень достойная цифра для вакцинации. Очень достойная. Потому что по всему миру считается, что если хотя бы 90% мы достигли, это уже удача. Поэтому я продолжаю к уважаемым нашим жителям города обращаться и говорить, что прививаться надо. Нужно защищать себя, нужно создавать коллективный иммунитет, нужно спасаться от тяжелого течения заболеваний. Городские учреждения готовы к встрече новой четвертой волны коронавируса. В КБ-50 разворачиваются дополнительные койки. Медицина снова возвращается к красным зонам. В Нижегородской области стоит вопрос о переводе отделений под ковидные койки. В период роста заболеваемости крайне важна и сознательность самих граждан. Мы помним о том, что нам нужны средства защиты, прежде всего наших органов дыхания. Мы помним о том, что нам нужно не собираться огромными компаниями в период массового роста. И мы помним о том, что если появились признаки заболевания, то на работу ходить нельзя, собирать большие компании у себя нельзя. Нужно лечиться, обследоваться и стараться защищать не только себя, но и своих близких. Записаться на вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19 можно через портал пациента на официальном сайте КБ-50, через портал госуслуги или по телефону колл-центра 95511. 2 октября во многих странах мира отмечают День уролога. Несколько месяцев назад в поликлинике номер 2 начал принимать пациентов молодой специалист Андрей Пырченков. О выборе профессии и о том, когда нужно обращаться к урологу, Андрей Евгеньевич рассказал нашей съемочной группе. В 2019 году Андрей Пырченков закончил Приволжский исследовательский медицинский университет по специальности лечебное дело. После этого молодой врач поступил в ординатуру на урологию. Из Нижнего Новгорода Андрей Евгеньевич приехал в Саров по целевому направлению от КБ-50. На новой должности врач-уролог работает 2 месяца. Работа мне очень нравится. Собственно, именно так себе я ее представлял. По крайней мере, амбулаторный прием в поликлинике в качестве врача-уролога, коллектив мне очень нравится, потому что к кому бы я не пришел за советом, будь то это хирург или гинеколог, с кем я чаще всего работаю, или терапевт, мне все подскажут в меру своих возможностей. Существует мнение, что уролог – это мужской врач. На самом деле к урологу обращаются разные категории пациентов. Чтобы записаться к врачу, не нужно ждать особых случаев. К специалисту необходимо идти всем мужчинам старше 50 лет. Также достаточно обратить внимание на первые симптомы. Далеко не все заболевания, которые влечит уролог, они будут проявляться как-то клинически. Грозными симптомами могут быть примесь крови в моче, или боль в поясничной области, или при мочеиспускании. Много пациентов сейчас обращаются к врачу с мочекаменной болезнью. Этот недуг – один из самых распространенных в наше время. Всегда лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому для профилактики заболевания нужно запомнить две главные вещи. Самое главное – это питьевой режим и подвижность. Мочекаменная болезнь – это болезнь прогресса. Чем больше прогресс, тем меньше человек двигается, и тем чаще у него возникает камня в почке. Главная радость для врача – это благодарный пациент, которому помогло прописанное лечение. Радость Андрея Порченков черпает и в своей профессии. В будущее молодой человек хочет совмещать работу в поликлинике с хирургией. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Саровские лицеи номер 15 и номер 3 заняли 75-ю и 90-ю строчку в рейтинге 100 лучших школ России. Рейтинг составило агентство РАЭКС «Аналитика». В список вошли образовательные учреждения, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Начался прием заявок на льготную смену дневного пребывания в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста. В рамках смены в течение 15 дней будут вести прием врачи-терапевты и физиотерапевты. Можно будет пройти курс массажа, ЛФК с элементами реабилитации и так далее. Получить консультации психологов и юристов. Также соровчан ждут культурные и развлекательные программы занятия по мелкой моторике рук и горячей обеды. Начало смены 8 октября. Получить подробную информацию можно по телефону 69440-69441. Благотворительная акция «Дари, корми, люби» продолжается в Сарове. Ее цель – помочь трем частным приютам для животных. Акцию проводят руководители клуба «Акбар» совместно с Ресурсным центром добровольчества. Для приютов нужны лекарства и бытовая химия, корма для кошек и собак, пеленки и наполнители, старое одеяло, матрасы и постельное белье. Пункты сбора помощи животным находятся в институте СРФТИ, кабинет 103, а также в клубах здоровья и восход. За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 991 452 32 72 или в группу клуба «Акбар» ВКонтакте. 1 октября все композиторы, музыканты, музыковеды, профессионалы и просто любители отмечают Международный день музыки. Язык музыки прост и понятен каждому, независимо от возраста и национальности. О роли музыки в развитии и воспитании детей рассказал в Рио директора музыкальной школы имени Балакирева Михаил Бурцев. Музыка окружает нас везде – на улице, в магазинах, дома или на работе. Разные мелодии способны влиять на наши эмоции, могут улучшить настроение и даже мотивировать. Музыка воздействует на все органы чувств – и на зрение, и на слух, и на сезание. Здесь приходится работать обоим полушариям, это происходит постоянно, это, собственно, двигает человека вперед. Занятие музыкой, будь то пение или игра на музыкальном инструменте, улучшает фокусировку внимания, рабочую память, выносливость и терпение. Как у детей, так и у взрослых улучшается воображение. Нет такого понятия, что кому-то дано, кому-то не дано. Заниматься может музыкой каждый в той мере, в которой ему нужно. Это не обязательно идти в школы, не обязательно идти в вузы и так далее. То есть музыкой нужно заниматься всем, потому что это часть духовной нашей культуры. Это, опять же, как я и говорю, это и развитие человеческого организма, человеческого мозга, что очень важно. С годами музыка не теряет своей значимости, а, напротив, музыкальная индустрия развивается и становится более доступной, качественной и разносторонней. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В конце сентября в Пензе прошел региональный кубок детской лиги плавания по Волжье. Наш город на нем представляли воспитанники спортивной школы ИКАР. Саровские пловцы успешно выступили на соревнованиях и вернулись домой с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Подробности далее. Две золотые, одна серебряная и две бронзовых медали. Такой результат показали саровские пловцы на соревнованиях в Пензе. Для воспитанников спортивной школы ИКАР это первый серьезный старт в сезоне, по итогам которого спортсмены и тренеры могут оценить уровень подготовки к соревновательному сезону. Эти соревнования как бы начало сезона, простартовка одних из лучших спортсменов данной спортивной школы. Участники соревновались в разных стилях на дистанциях 50 и 100 метров. Юные спортсмены отметили, что соперники были достойные. И чтобы занять призовые места, нужно было потрудиться. Сложно было приспособиться к бассейну, в котором я еще не плавала, и как-то прочувствовать воду. Подготовка к новому сезону у воспитанников отделения плавания началась еще летом. Тренировки у ребят были разнообразные. Как в бассейне, так и на суше. Ребята бегали кроссы, чтобы улучшить дыхательную систему. И выполняли общую физическую подготовку, чтобы укрепить мышцы. Мы готовились, занимались на суше. Были тренировки и на суше, и на воде каждый день. Иногда по две тренировки на воде, одну сушу. И таким образом мы хорошо подготовились. Сейчас спортсмены продолжают подготовку к следующим крупным соревнованиям, которые пройдут в Сарове 9 и 10 октября. Кофе как стиль жизни. 1 октября свой праздник отмечают кофеманы всего мира. Горячие и холодные с сиропами и топпингами. Эспрессо, американо, латте, капучино, глиссе и раф. Выбор кофейных напитков настолько велик, что можно каждое утро открывать для себя новый неповторимый вкус. О том, где в нашем городе открыли секреты идеального кофе, и с радостью делятся ими со своими гостями, расскажем в следующем репортаже. Здравствуйте, один латте, пожалуйста. Хорошо. В холодные осенние дни так приятно согреться за чашечкой любимого кофейного напитка. Тем более, что во всем мире 1 октября отмечается день кофе. Чем не повод заглянуть в маленькую уютную кофейню. Кофе – один из самых популярных напитков во всем мире. Он бодрит, поднимает настроение и заряжает позитивным настроем. Именно с кофе многие люди начинают свое утро. А с чего начинается утро у профессионального бариста? Кофейня начинается с кофемашины. Кофемашина – это сердце кофейни. И первое, что мы делаем утром, приходя в кафе, мы включаем кофемашину на прогрев. Потому что это занимает какое-то время. И к началу рабочего дня кофемашина должна быть прогрета. Второй шаг – это эспрессо. Потому что первую чашку эспрессо мы никогда не отдаем гостю. Это правило. Главный человек в кофейне – это бариста. Именно он создает магию кофейного напитка. От мастерства бариста часто зависит вкус самого кофе. Чтобы стать кофейным волшебником, нужно всем сердцем любить свое дело. Стремиться к творчеству, постоянно повышать свой уровень. А также уметь найти ключик к любому клиенту. Это умение разговаривать. Потому что каждый барист на самом деле должен быть хорошим психологом. Потому что мы постоянно работаем с людьми, люди бывают разные. И часто люди приходят поговорить. Потому что кофе можно купить и в кофе-автомате. Только он не разговаривает. В кофейню ароматная чашка хочется возвращаться снова и снова. Здесь своя особенная энергетика и уютная атмосфера. Но самое главное достоинство кафе – это натуральный и качественный кофе, который делают с душой профессиональные сертифицированные бариста. Мы очень ответственно подходим ко всем или к каждому процессу приготовления наших напитков. Начиная от подбора ингредиентов. Это, собственно, кофе, молока. И заканчивая профессиональным подходом к его приготовлению. На выходе мы получаем стабильные качества. И все наши гости четко знают, какой вкус кофе они получат в своей чашке. И они его получают. В кофейне ароматная чашка вы найдете широкий ассортимент как горячих, так и холодных напитков, кондитерских изделий, натурального зернового и молотого кофе. Кафе предлагает подарочные сертификаты, а также услугу по сбору кофейных наборов на любой вкус. Кофейня открыта для вас по адресу улица Железнодорожная, 16, строение 6. Ориентир – автосервис, забывший столовой елочка. Приезжайте за настроением. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!